Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, а это канал Трипл Вайп, на котором я знакомлю вас со всеми новостями мира игры Дестани. Может казаться, что этих самых новостей мало, и что обо всём на самом деле важном мы можем узнать из статьи на этой неделе в Банже. Но нет, как всегда, всё самое интересное спрятано. Чтобы узнать что-то действительно любопытное, нужно зачастую прочесать форумы и записи стримов. Но я тут, чтобы упростить тебе задачу, а потому устраивайся поудобнее. Сейчас мы обсудим самую свежую инфу, которой делились разработчики на своём недавнем стриме. Для тех, кто не следит за активностью канала Банжи на Твич, объясню, что в минувшую среду разработчики вышли в онлайн, погоняли в ПВП и попутно, конечно же, поотвечали на вопросы. Ну, наверное, вопросы-то однотипные, скажете вы, да нет, тут сюрприз. Ведущий трансляции Дидж зачитывал самые животрепещущие вопросы, например, этот. Да, напрямую зачитаны вопросы о том, что система оружейных слотов оригинальной части была лучшим решением, что непонятно, для чего её нужно было менять. На что разработчики ответили, что над этим уже работают, точных сроков не дают, определённо можно сказать с уверенностью, что мы вряд ли увидим это в ближайшем DLC, поскольку в двух словах Банжи сказали, что обратят на этот вопрос пристальное внимание летом. Тут опять можно подрубить СПГС и сказать, ну вот, летом потестят, а осенью как раз и выйдет наш второй The Taking King. По календарю обновлений прошлой части всё сходится, так что вполне может быть всё так и во второй. Ещё один любопытный вопрос, о котором я говорил и ни в одном видео, и ни по разу, изменение ТТК параметра. Проще говоря, времени убийства противников в ПВП. У Банжи спросили, когда с этим будет что-нибудь сделано, и будет ли вообще? Игра уже недавно получила хороший патч по ускорению многих параметров, ускорят ли и ТТК? Что ж, Джош принял вопрос, но умело перевёл тему на экзотики, а именно на экзотическое оружие. Он сказал, что в третьем сезоне все экзоты будут изменены и подтянуты до состояния крылообдительности. Если кто проспал, это пульса сейчас в мете, и вы видите, как она расщепляет в видео на фоне. Будет больше мощных экзотов, а значит время убийства уменьшится при их использовании. Таким образом, Банжи сделают экзотическое оружие действительно чем-то особенным и убойным для баталий в Гарнила. Такой себе ответ, конечно, большинству хотелось бы иметь возможность использовать одновременно две хорошо работающие пушки, а значит ТТК нужно править для всех. Но, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы не знаем, что там сделают с системой оружейных слотов, так что посмотрим, как это будет работать на самом деле. Мы ведь ещё не знаем, сколько нового оружия добавят в ближайшем DLC. Ещё один вопрос прилетел от подгорающих ПВП-шеров, будут ли нерфить крылообдительности. Нет, никто его не будет нерфить, в игре наконец-то появился рабочий экзот, а народ опять ноет, что с крыла перестреливают. Наоборот, как я и сказал раньше, все остальные экзоты бафнут до состояния крылообдительности. Также Банжи сообщили, что проведут серию стримов в этом месяце о грядущих обновлениях, на которых познакомят игроков со всеми нововведениями, с новым DLC и ответят на ещё большее количество вопросов. Ну и вообще, я думаю, что уже в ближайшие дни, а может быть и неделю, мы можем увидеть трейлер к DLC, потому что, ну, пора бы. Трейлер к проклятию Осириса появился в сети 30 октября, а само расширение вышло 5 декабря, больше чем через месяц, а на дворе 1 числа апреля. Так или иначе, больше подробностей о планах Банжи появится уже на следующей неделе, и настаёт время, когда нужно держать руку на пульсе очень плотно. Во всём этом вам помогу я и канал Трипл Вайп. Пишите, что думаете о будущем DLC, а я с вами прощаюсь, до связи!